Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». В гостях у меня сегодня Вероника Пичугина, актриса театра «Переход Таник». Здравствуй! Здравствуй! Не буду скрывать, что знаю тебя достаточно давно. Не очень хорошо, но давно. И вот тут такие новости, что ты у нас теперь режиссер. Ну, есть такое дело. Только режиссер уже, наверное, не театральный, а киношный. То есть большую часть жизни, ну, я не могу сказать, что у меня еще жизнь закончилась еще, но большую часть молодости, хорошо, я мечтала снимать кино. Но долгое время мне казалось, что это невозможно, что это только Голливуд, что это большие деньги. А здесь выпал случай, что есть знакомые ребята, которые тоже этим давно увлекаются, занимаются. И мы решили попробовать объединить это все в команду и попробовать создать свой первый проект. Вот. И поэтому теперь мы занимаемся режиссурой фильма «Кастинг». Вот такое у нас название. Этот проект ему уже, наверное, около пяти лет. Ребята его придумали. Это Галя Ершова и Станислав Кудряшов. Они придумали его очень давно, написали сценарий, но, к сожалению, не удалось это все воплотить. То есть это пять лет вот так вот звезды располагались и наконец-то сошлись. Да, и наконец-то сошлись. Да, причем сошлись очень интересно. Мы встретились с Галей на работе, пообщались. Я говорю, ну, ребят, в чем проблема? Давайте объединяться. Мы сколько раз увидимся на каких-нибудь мастер-классах киношных, еще где-то говорим. Да, надо объединяться и не объединяемся. Я говорю, давай сейчас попробуем. Они говорят, ну, давай соберемся, мы расскажем, что у нас есть и расскажем, что у тебя есть. Собрались, пообщались и решили, что, оказывается, у них есть проект, которому уже реально пять лет, и он реально пока еще не сделан. Я говорю, ну, а в чем проблема? Давайте, вам что не хватает? Стас говорит, ну, я умею снимать. Галя говорит, я умею продюсировать, собирать людей, организовывать. Я говорю, ну, а в чем проблема? Я могу работать с актерами и, в принципе, могу что-то сама играть. Он говорит, ну, здорово, давайте попробуем. Ну, и так вот родилась идея до конца доделать фильм-кастинг. И сейчас уже, получается, с того времени прошло, наверное, два месяца, но мы уже успели отснять большую часть фильма, такую самую сложную сцену, которая у нас на улице находилась, потому что время поджимало, начали встречаться где-то под конец лета, а съемки и должны были быть такие летние-осенние. И поэтому сейчас мы успели осенью все это доснять. У нас остался достаточно тоже большой период, но он уже в студии, в помещении. То есть это все проще и больше времени у нас есть для того, чтобы порепетировать с ребятами. И поэтому мы вот так уже действуем. Если вкратце, то о чем фильм и когда и где мы его увидим в итоге? Фильм – это такая молодежная комедия о том, что девушка, можно сказать, кастингует трех молодых людей, которые ей понравились, с которыми она пообщалась, но не успела пообщаться прямо вплотную. Она их приглашает к себе домой и устраивает такие небольшие состязания. То есть у каждого одно и то же состязание, и ребята проходят эти состязания, но в итоге оказывается, что ей никто не нравится. Ну, а чем заканчивается, я не скажу, иначе будет неинтересно. И когда, где его можно будет увидеть? Ну, в любом случае, в интернете он будет, само собой. То есть это широкий прокат интернетный, это YouTube, это все наши контакты, Фейсбуки, Инстаграмы, все-все-все. Ну и попробуем на наше рязанское телевидение, может быть, тоже его как-то пристроить. Ага. А вот режиссурой ты и в театре занималась, да? Насколько это разница вообще? Есть ли она большая? Вообще огромная разница в принципе и режиссура, и актерское мастерство, и в театре, и в кино. Потому что театр – это непрерывное действие. То есть если ты репетируешь или если ты уже играешь спектакль, то ты не можешь в какой-то момент взять и остановиться такой. Так, что-то мне не понравился этот дубль, давай-ка я заново переиграю. Ну-ка давай встань туда, там еще что-то. А в кино это возможно. Но кино в этом и сложнее, потому что актеру нужно одну и ту же эмоцию внести, то есть внести в себе настолько долго, чтобы он на протяжении многих дублей, или там десяти, это если в идеальном случае 20, 30, 40 дублей, он должен выдавать одну и ту же эмоцию. То есть он должен все это хранить в себе. В театре ты выплеснул за полтора часа всю свою эмоцию, и отлично, ты сыграл, ты доволен, там зрители довольны, все тебя аплодируют. А в кино ты не получаешь этих аплодисментов, по сути, ты получаешь только хлопушку, типа, да, начали, и злого режиссера, который, ну давай-давай, ну что это такое? Ты злой режиссер, кстати? Ну, я не могу так сказать, что я прям злой режиссер, но когда время поджимает, или нужно там что-то спеть в определенные сроки, то да, там не до шуток, не до смеха. Хотя обычно у нас на съемочной площадке было, ну, очень весело, у нас девчонки все довольные, мальчик там у нас был, то есть первую сцену вот уличную снимали мы как раз с одним мальчиком, а так у нас еще будет их еще трое. Но они еще пока не знали, не увидели ничего, а этот увидел прям, и все такие довольные, все прям, ой, такая, так здорово, такая атмосфера, ну, то есть посмеялись, там, попили чай, потому что было очень холодно, а вставали мы в пять утра, чтобы начать съемки, там, пока всех приготовить, накрасить, одеть, ну, ничего, все довольны, несколько дублей сделали, достаточно быстро у нас, благо, работа идет, потому что хоть ребята и не профессионалы, то есть я брала актеров не из своего театра, мы специально с ребятами проводили кастинг, когда вывестили в интернете целый такой пост о том, что приходите, у нас снимается кино в Рязани, да, это возможно, такие-то роли есть, такие-то слова, давайте учите, приходите. Мы вообще думали, что никто не придет, но как-то привыкли так, что, ну, Рязани у нас, в принципе, не настолько культурный город, чтобы там в кино кто-то заинтересовался или в театре, а тут оказалось, что столько людей пришло на первый кастинг, что мы только начали в 7, и закончили около 11 часов. Мы просто непрерывно, это было, люди приходили, непрерывно с ними общаешься, там, что-то пробуешь, ну, это потрясающе. То есть название практически с самого начала стало себя оправдывать? Да, 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 название кастинг прямо в точку попало и в название фильма, и в нашем кастинге, который мы смогли провести в Рязани. Ник, ну вот ты сама сказала, что в театре практически всю жизнь, да, ты творческий человек, это понятно, видно, а вот как вообще на жизни твоя это отражается? Театр на жизни отражается, ну, говорят, бывают люди, которые заигрываются и в театре, и в жизни. Я не считаю, что у меня такое есть, я стараюсь ограждать творческую стезю и жизненную. Меня так учил, собственно, мой учитель Геннадий Дмитриевич Кириллов, потому что были случаи, когда ставили пьесы очень нервно затратные, и когда ты выкладываешься и отдаешь себя уже действительно, не артиста, который играет роль, а именно себя, вот как меня, Веронику, я вот отдаю в эту роль, то это можно скорую вызывать. И у нас были такие случаи, когда ребятам, артистам вызывали скорую, это очень плохо. Актер должен разграничивать то, что он играет на сцене, и то, какой он человек. Если он в жизни начинает заигрываться, ну, это все, это пиши пропало. То есть это действительно шизофрения уже начинается. Наверное, поэтому многие актеры испеваются и там не выдерживают каких-то потрясений. Потому что, ну, я считаю, что, в принципе, творческая, любая творческая профессия, это затраты для души, это человек очень чувственный, очень с тонкой душевной организацией, именно поэтому его задеть очень легко. Но стараюсь как-то все это ограждать в своей жизни, стараюсь... Ну, играю, наверное, только в тех случаях, когда ставят какой-то новый спектакль, ну, там, на своем молодом человеке, начинаю с ним отрабатывать какие-то там реплики. Но он это знает, то есть он мне подыгрывает в плане того, что я ему даю текст, говорю, Стас, давай вот то-то, то-то, помоги мне прочитать. Он говорит, да, все хорошо. Но чтобы и применять какие-то штуки игровые в жизни, чтобы как-то манипулировать людьми, нет, я так не умею и не хочу, наверное. Вот я думаю, тебя можно назвать очень счастливым человеком, да? То есть твоя работа, по сути, это твое хобби. Ну, с одной стороны, да, но все равно есть такое понятие, как деньги, театр и кино, это не такие сейчас большие деньги, по крайней мере, в нашем городе. Поэтому, само собой, приходится заниматься и другими профессиями. Я сама же по профессии журналист, по сути. Стараюсь заниматься и этой профессией, и пишу плюс сценарии, потому что мне это тоже нравится, и занимаюсь преподавательской деятельностью. Но благо преподаю актерское мастерство, то, что мне, опять же, близко. Ну, как-то вот так вот крутимся-вертимся, как можем. А как твои близкие отреагировали, когда узнали, что ты фильм будешь снимать? Сказали, вау, круто, или они уже привыкли? Что я всегда что-то... Да, да. Но вообще они, да, они на самом деле и привыкли, и с другой стороны, в принципе, да, они порадовались. Потому что меня, собственно, почему я решилась таки снимать кино, хотя, опять же говорю, мне и многие говорили, и до этого мои близкие говорили, зачем тебе это надо, там, и друзья говорят, да ладно тебе, ну, что ты брось, тебе уж сколько лет заканчивай. То есть считается почему-то, что чем человек дальше, там, от 20, хотя я не могу сказать, что у меня 30, мне еще даже не 30, но чем дальше, вроде бы, заканчивай, веди нормальную жизнь, то есть надей работу с 9 до 6. А у меня никогда этого не было в жизни, я никогда не работала с 9 до 6, я не знаю, как это делать, и не могу это делать почему-то. И тут нашелся человек, как раз вот мой молодой человек, который сказал мне, Ник, да нужно в жизни пробовать все, какая-то, какая разница, кто там что-то тебе говорит, не слушай никого, я тебя поддерживаю, пробуй. Ну, я и решилась. И, наверное, поэтому мне получилось так, что и ребята как раз в этот момент подвернулись со своей идеей, и я им решила помочь, и как бы и помочь себе начать реализовываться уже в этом деле. Ну, вот вопрос, который, мне кажется, не любят вообще все творческие люди, тем не менее, спрошу, в чем вдохновение черпаешь? Вдохновение? Ну, я вообще считаю, наверное, как Хемингуэй, то есть я не считаю, что есть вдохновение, я считаю, что есть просто труд, что ты должен брать, там, если сценарий пишет, то должен брать и писать, не ждать какого-то вдохновения, или там, если есть какие-то удачные времена для съемок, ты должен идти и снимать. Нет вдохновения как такового, и стихи, если ты пишешь, то ты должен просто сесть и начать писать, а не ждать того, что муза придет или еще что-то. Ну, то есть по юности я тоже так считала, что вот сейчас придет, вдохновение, ну и что, и там время проходит, оно не может и не прийти никогда. Есть, да, озарение, но озарение, оно больше частью рождается именно в труде, когда ты начинаешь трудиться, когда ты начинаешь писать, обдумывать, тогда оно появляется, и у тебя просто какие-то новые фишки начинают срабатывать. Ну что ж, там все фишки срабатывали. Вероник, желаю тебе удачи. Ждем, конечно же, фильма. И нашим телезрителям напомню, что в гостях у меня сегодня была Вероника Пичугина, актриса театра «Переход», ну и теперь уже у нас еще и режиссер фильма «Кастинг». Это программа «Городские встречи». Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова